В поляну должен вернуться Саймон. Саймон, ну что скажешь, ты рад, я вижу, по твоей улыбке? Да. Чему ты радуешься? Ну, просто я продолжительное время находился на острове. Хочу уже снег потрогать руками. Соскучился по ребятам, по поляне. А то, что Лена там останется? Ну, ничего страшного. Как останется, так, я думаю, и приедет. Потому что сегодня мы решили, что надо начать все заново. Да, и вот я говорю, вы решили сегодня, что нужно начать все заново, и тебя забирают на поляну, и ты сидишь радостный. Тебе пофигу, что она там останется. Я хочу попросить ведущих Москвы, а именно вот сейчас, Ксюша, тебя хочу попросить, чтобы твое решение пало в пользу Лены. Ну, когда ты объявишь кого-нибудь, кто все-таки прилетит в Москву. Ну, во-первых, это буду решать не я, это будет решать Андрей Черкасов сегодня. А, точно. Да я с Андреем уже... Ты не того умасливал. Я с Андреем уже поговорил. Но я могу повлиять на Андрея Черкасова всегда, если что. Че? Лен, а как твое отношение? Вот сейчас проголосовало большинство голосов за то, чтобы Саймон вернулся в Москву. И он в Москву вернется. Вот он сидит уже счастливый, довольный, на чемоданах. А ты останешься там. Просто нам сегодня давали билеты. Ну, я бы хотела воспользоваться этим билетом и полететь в Москву с Саймоном. Я знаю, для чего Саймон хочет в Москву. Он просто хочет поехать в родной город и отдохнуть. И я считаю, что ему нужно дать такую возможность. Я очень хочу в Москву. Да, я просто, Ксюша, давал им три билета сегодня, трем девушкам на острове. Но я им давал билеты не на проект, я им давал с проекта, чтобы они возвращались. Потому что ничего не делают, ничего не происходит. Но не поверишь, у меня Марго тут плачет горькими слезами. Марго, что случилось? Да, ну-ка покажите нам Марго. Нет, наоборот, я очень хочу. Вот она не хочет, видимо, чтобы Саймон улетал. Мне так будет легче, поэтому я очень хочу, чтобы он улетел. А плачешь-то почему? Из-за этого я сейчас не улечу. Лен, не ведись. Лене Саймон не нужен, а я очень хотела быть с ним, и я сделала для этого все. А ты нужна мне прям. Вот прям не знаю, куда прям девать тебя серьезно. А не перебивайте меня. Какой карман положить. То есть ты сейчас просишь не отправлять Лену Саймона в Москву? Нет, я очень хочу, чтобы Лена улетела, и я очень хочу, чтобы Саймон был счастлив. Я его за все опростила. Хорошо. Я очень рада, что... Марко, это все выглядит странно, потому что мы знаем, что ты спишь с Гриценко, да? Да, я это сделала. Я душой не хотела этого, но головой я понимала, что я должна забыть Саймона. Возможно, это была моя ошибка, но я надеюсь, что все, что не делается, все к лучшему. Это была жирная точка. Может, как раз и не стоило плакать сейчас, потому что какой в этом толк сейчас в этих слезах? Я не специально плачу, когда я хочу, тогда я плачу. Не слушайте, пожалуйста, Марго, сейчас это театр одного актера, очень профессионально, но в принципе... А последнее время, после последних шоу я теперь хочу сказать, что Марго действительно управлял меня в Москву. И даже вот в этой игре я хочу и похлопать, и покланяться. Марго, я кланясь... Марго, я кланясь... Сколько бы раз ты не кричал, что ты хочешь уйти, но ты не хочешь уйти, потому что когда тебе сказали, что у тебя черная метка... Марго, я кланясь твоему творчеству. И актера-то ты. Марго, главный вопрос, главный вопрос сегодняшнего вечера. Ты хочешь быть с Саймоном? Нет. Я не хочу. Он прятал мне три раза, и я не хочу быть с этим мужчиной. А если мы Лену оставим на острове, а ты полетишь в Москву вместе с ним? Я тогда воспользуюсь тем билетом, который мне дали, я ухожу. Лена. Марго? Нет. Да, говорите. Я не хочу. Говори. Не хочешь. Хорошо. Хорошо. Андрюш. Да. В любом случае, большинство ребят решили, что на поляну должен вернуться Саймон. Видимо, он не прошел проверку островом и прилетает один.